Сейчас предлагаю послушать Ефима Жиделева, бывший президент Федерации Кёрлинга в Челябинске, сегодня руководитель Олимпийского объекта Кёрлинговый центр Ледяной Куб. Мы сегодня связались с этим человеком и спросили, когда площадки для Кёрлинга появятся в регионах и чем уникальна площадка, которую возвели в Олимпийском Сочи. Слушаем и продолжаем разговор. Объект, который находится в Сочи, он сам по себе уникален тем, что это первый объект, который запроектирован в Международной Федерации, Российской Федерации специально для Кёрлинга. Обычно соревнования для Кёрлинга проходят в аренах для хоккея. То есть, например, если взять Канаду, они берут, например, 15 тысяч и полностью с фундаментной плиты делают лёд уже под себя, как им нужно, и также делают, допустим, фронтальную трибуну, на которой располагаются судьи, тренеры, комментаторские площадки, видеокамеры и так далее. А на нашем объекте уже всё заранее сделано так, как это удобно для проведения крупных всемирных соревнований, в том числе Олимпийских соревнований. Например, в Анкуире, там, где проводились соревнования, это был ангар, в котором когда-то тренировались хоккеисты. Его просто переоборудовали, слегка модернизировали, и вот получился такой стадион для проведения Олимпийских фидерсов. Я был в Канаде неоднократно, там занимаются именно на тренировочных катках. Это ангарные помещения, в которых существует, допустим, 4-5 дорожек. Есть трибун каких-то огромных, больших, которые не требуют энергозатрат, но их много. На мой взгляд, у нас это следующий шаг у федерации, для того, чтобы раздали в такие, как ты, площадь в хоккейной коробке или коробке для фигурного катания. Для сравнения, у фигуристов занимается, ну, скажем, там, 4 пары, да, профессиональная. Может быть, 3, иногда даже 2. Ровно на ту же площадь, ну, скажем, 1800 квадратных метров, она обычно, да, вещи разделить на дорожки для тёрлинга могут заниматься единовременно до 60 человек, это профессиональных команд. Тут вот цен полезного действия на площадь, он, конечно, выше.